Это начало новой реальности для этой планеты. Новый формат финансовых взаимодействий между людьми. Бездонная касса взаимопомощь. Вполне возможно, что именно Суперкопилка станет новым масштабным проектом, который поможет многим людям на этой планете достигать своих целей. Это сильно отличается от банковской системы, которая через кредиты выпивает всю кровь из населения. Касса взаимопомощи наоборот. Помогает людям объединять усилия и совместно решать свои финансовые задачи. Получать хорошую прибыль, не попадая в финансовую кабалу. Высокая доходность является волшебным эффектом сотрудничества большого количества людей, результатом взаимного финансирования. А стабильность обеспечивается технологией графика выплат и его адаптации. Это новейшая технология, которая позволяет создать кассу взаимопомощи невиданных масштабов. Мы часто говорим, что данная механика проекта бесконечна. Но действительно ли это так? Давайте рассмотрим этот вопрос. Как мы уже разобрались, для того, чтобы проект мог действительно выплачивать заявленную доходность, скорость роста оборота должна быть выше, чем заявленный процент доходности. Еженедельный оборот – это объем вкладов, который делают все участники в течение одной недели. И этот объем вкладов должен увеличиваться от недели к неделе со скоростью, большей, чем недельная доходность, которую дает проект. Но что будет, если скорость роста начнет падать или вовсе станет нулевой? В этом случае в дело вступает адаптация графика выплат. Адаптация графика выплат начинает регулировать объемы выплат так, чтобы каждая выплата была обеспечена деньгами от вкладов. При этом эта регулировка достигается за счет сдвига сроков у некоторых выплат. Сдвиг сроков, в свою очередь, – это своеобразное снижение доходности по этим выплатам. Участники получат свои выплаты, но позже, а это значит, что они получат меньшую доходность. То есть адаптация делает автоматическое понижение доходности до того уровня, чтобы она соответствовала реальной скорости роста проекта. Также надо учитывать тот факт, что благодаря системе справедливой адаптации на основе показателя кармы участники мотивированы увеличивать общую скорость роста за счет своего своевременного вклада или за счет приглашения новых участников. Таким образом, участники автоматически будут согласованно препятствовать снижению скорости роста проекта. Как видите, система очень устойчива и даже будет сопротивляться снижению скорости роста. Но что, если, несмотря ни на что, скорость роста упадет до нуля? Что, если оборот не будет расти? В этом случае система превратится в аналог кассы взаимопомощи, когда фиксированная группа людей просто скидывается регулярно, и каждый рано или поздно получает выплату, в долгосрочной перспективе оставаясь при своих, то есть с нулевой доходностью. Кажется, что классические кассы взаимопомощи не имеют смысла, так как не приносят прибыли. Все участники остаются при своих, разве что платят членские взносы организаторам. Но на самом деле это не так. Кассы взаимопомощи имеют глубокий смысл, так как часть участников делает свои вклады свободными деньгами, обычно небольшими суммами. И все эти деньги идут в порядке очереди на выплаты тем участникам, которым они сейчас нужны для осуществления своих целей. Например, для каких-то крупных покупок. Это важный инструмент самофинансирования населения, повышающий уровень жизни. Таким образом, в крайнем случае, если вдруг скорость роста оборота упадет до нуля, то проект может превратиться в глобальную кассу взаимопомощи, которая будет работать в замкнутом кругу участников. Пусть даже этот круг будет состоять из десятков или сотен тысяч участников. Касса будет работать даже в том случае, если этот круг участников будет постепенно уменьшаться. Но давайте рассмотрим вопрос, может ли это произойти в реальности. Какие предпосылки для этого? Каким образом может произойти замедление скорости развития проекта? Как вы видите, механика проекта может легко обеспечить как минимум несколько лет стабильной работы. За это время проект набирает репутацию, растет доверие участников к проекту. Соответственно, участники начинают привыкать к такой стабильности и постепенно участвуют все большими и большими суммами. Это выгодно, это повышает уровень жизни, это превращает многие мечты в реальность. Поэтому постепенное использование проекта становится частью жизни каждого участника. Доверие людей растет. Они убеждаются на практике, что их вклады застрахованы системой адаптации. Они начинают повышать планку. И все легче и легче рекомендуют проект другим людям, родственникам, друзьям, коллегам, знакомым. Помимо этого работает партнерская программа. А как показывает практика, она действительно работает. Ведь это еще один способ дополнительного заработка. Чем надежнее и стабильнее проект, тем более привлекательным он становится для сотрудничества. Появляются люди, которые связывают свою жизнь с распространением проекта. Они бросают свои старые работы, и это становится их основным источником дохода. Постепенно проект привлекает сетевых лидеров с их командами, которые занимаются партнерскими программами профессионально. Они выстраивают большие структуры и добиваются большого успеха. Ведь самое главное, чтобы проект стабильно работал и платил. Это основа для роста и расширения проекта. А в данном случае это происходит не спонтанно, а на основе понятной механики графика выплат. Также существует и постоянно развивающая система обучения партнеров, которая позволяет каждому участнику с нуля научиться приглашать других людей в проект. Тем более сегодня, в информационный век, для этого достаточно лишь уметь пользоваться социальными сетями. Со своей стороны команда проекта создает все необходимые для распространения инструменты. Создает персональные сайты, проводит различные конкурсы, марафоны. Промоушены, акции, регулярные информационные презентации и вебинары и т.п. Для привлечения новых участников разработана и полностью совершенствуется система быстрого тест-драйва и привлекательных бонусов для новичков. Регулярно совершенствуются материалы, позволяющие разобраться в проекте и, в конце концов, для привлечения новых участников используется обычная реклама. Как при всем этом новые люди могут не приходить в проект? Как можно их удержать от этого, если все работает как часы? Как может остановиться рост проекта? Люди будут приходить, и рост не остановится, пока на этой планете еще есть люди, которые не являются участниками проекта. И чем больше людей уже в проекте, тем выше его известность и репутация, тем выше доверие, и тем скорее в него придут все остальные. Даже если вы скептик в тот момент, когда уже почти все остальные в вашем окружении станут участниками проекта и начнут получать прибыль, очень вероятно, что вы, глядя на них, тоже измените свое мнение о проекте и станете участником. Ведь когда-то мы скептически относились к любой другой инновации, которую используем сейчас. Это и есть ответ на вопрос. Мы с вами наконец-то нашли ту точку, после которой рост проекта может действительно остановиться. Это произойдет только, когда на планете закончатся люди. Это единственная реальная причина остановки роста. Но давайте посмотрим на этот момент внимательнее. Конечно, можно сразу опустить тот факт, что до наступления полного охвата планеты еще очень много времени, и следующие несколько десятилетий можно спокойно участвовать и получать высокую доходность, наблюдая за тем, как проект постепенно растет, развивается и охватывает все больше и больше людей. В итоге рост остановится только тогда, когда все жители планеты будут участниками проекта. При этом мы можем даже предположить, что численность населения Земли также перестанет расти. И даже в этом случае проект превращается в глобальную кассу взаимопомощи, участником которой является каждый житель планеты. И эта касса дает доходность на уровне, а может быть, чуть выше, чем сейчас дают обычные банки. Ведь банковская система – это и есть проект, который уже охватил весь мир. Это довольно далекая и очень опасная перспектива. И до нее еще очень далеко. Бояться точно не стоит. Предлагаем рассмотреть еще некоторые интересные вопросы. Вот мы пришли к тому, что проект будет работать еще очень долго. Но, возможно, вы еще хотите получить ответ на вопрос, где же тут технология создания денег? Ведь именно об этом мы говорили в самом начале данной книги. Давайте представим себе, что проект развивается со своей неторопливой скоростью в геометрической прогрессии, как это происходит обычно. Участников становится все больше и больше, количество регулярно увеличивается. Практика показывает, что количество участников возрастает в 3 раза примерно каждые полгода. За год количество участников проекта увеличивается примерно в 10 раз. Даже если взять за основу минимальную скорость роста проекта, увеличение количества участников в 5 раз в год, то если мы начнем наши подсчеты с 10 тысяч участников, то получим следующую картину. 50 тысяч участников через год, 250 тысяч через 2 года, 1 250 000 через 3 года, 6 миллионов через 4 года, 31 миллион через 5 лет, 156 миллионов через 6 лет, 780 миллионов через 7 лет, 3,9 миллиарда через 8 лет, и все население планеты через 9 лет. В реальности это будет немного медленнее. Постепенно по мере развития проекта репутация и доверие людей будут увеличиваться, а вот скорость роста, так же, как и доходность проекта, будет постепенно уменьшаться. И, несмотря на это, все равно доходность будет в десятки раз выше, чем в банках. Русскоязычный рынок имеет ограничения в 260 миллионов человек. Поэтому в процессе развития будут преодолеваться языковые барьеры. Проект сначала выйдет на англоязычный рынок, а затем на рынки Азии, Индии, Китая и другие страны. Нам кажется, что на реальный охват всей планеты потребуется не менее 20-30 лет. Хорошо, скажете вы, но все-таки где же тут создание денег? Ответ очень простой. Для того, чтобы сделать свои вклады, участники покупают внутреннюю расчетную единицу проекта, которая называется тетта. Сейчас одна тетта равна 1 доллару. Все вклады и выплаты по графику делаются во внутренней единице проекта тетти. Получив выплату, участник может продать эту единицу за обычные деньги. Таким образом, каждую неделю мы получаем следующую картину. С одной стороны, есть участники, которые хотят сделать свой вклад, и для этого они хотят купить определенный объем тетты. С другой стороны, в результате выплат по графику образуется группа участников, получивших выплату, и которые хотят продать определенный объем тетты. При этом ключевой факт заключается в том, что благодаря применению технологии графика выплат мы гарантированно получаем еженедельный объем вкладов, всегда превышающий объем выплат. Ведь график выплат выполняет именно эту функцию. Объем выплат планируется таким, чтобы он был меньше, чем объем вкладов, причем так, чтобы после выплаты остались деньги на расходы проекта, а также на выплату партнерских бонусов. Это значит, что все участники проекта всегда хотят купить больше тетты, чтобы сделать вклады, чем продать после получения выплаты. Таким образом, спрос на тетту всегда превышает предложение. Это позволяет создать биржу тетты, на которой одни участники будут продавать свою тетту другим участникам. При этом, благодаря спросу, курс такой единицы можно с легкостью поддерживать на одном уровне. Например, одна тетта равна одному доллару. Для того, чтобы курс тетты не увеличивался в результате того, что спрос на тетту превышает ее предложение, команде проекта придется постоянно выпускать, имитировать новую тетту и продавать ее на бирже, поддерживая курс тетты на одном и том же уровне. Ну, разве что можно позволить ей постоянно немного увеличиваться в цене. Биржа подразумевает, что один участник может передать свою тетту другому участнику, а значит, будет возможность делать внутренние переводы тетты от одного участника к другому. А это уже функция платежной системы. Таким образом, проект становится платежной системой, а тетта – расчетной единицей этой платежной системы. Не за горами появление мобильного приложения, позволяющего участникам просматривать историю своего счета, а также удобно передавать тетту друг другу. Рано или поздно единица тета появится в интернет-пунктах для обмена электронных валют, которые зарабатывают на обмене. До тех пор, пока участников не так много, все так и работает, постепенно развиваясь. Происходят торги на бирже, одни участники продают тетту другим, другие ее покупают. Курс тетты при этом остается на одном уровне и стабильно немного увеличивается. Проходит время, количество участников проекта неумолимо растет. Теперь тетта является ликвидной единицей, которую в любую секунду можно обменять на обычные деньги при помощи интернет-обменников или биржи. Многочисленное сообщество участников проекта становится очень привлекательным для предпринимателей, и они начинают подключать возможность расплачиваться в тете за свои товары и услуги в интернет-магазинах. Тета просто становится одной из электронных валют, которой можно расплатиться в интернет-магазине, и не только. Что уже говорить о том времени, когда большинство людей в стране или на планете станут участниками проекта? Ведь каждый участник автоматически становится владельцем своего счета в новой платежной системе и имеет какое-то количество теты на своем балансе. И если этой теттой можно расплачиваться в магазине, так зачем делать лишние движения и терять проценты на валютных обменников? Таким образом создаются новые деньги. Это и есть технология создания денег в действии. «Ух, и разгулялась у вас фантазия!» – может подумать слушатель. И будет в чем-то прав. Ведь мы сами описывали историю возникновения современной финансовой системы. Мы показали, как частные деньги были захвачены королями, которые под угрозой насилия установили свою монополию на выпуск денег. Кто же позволит выпускать частные деньги сейчас? Мы увидели, что монополия на выпуск денег позволяет государствам собирать с людей скрытый налог, который делает людей беднее. Открытые и скрытые налоги – это то, что отбирается у подданных под угрозой насилия. Монополия на печатный станок продолжает инфляцию и мировые экономические кризисы. Монополия на выпуск денег дает единственную возможность для финансирования ВПК – военно-промышленного комплекса и армии для ведения войн с другими государствами. И, как мы уже разобрали ранее, войны осуществляются руками своих же мирных граждан, лишенных права на свободу и права на жизнь под лозунгом государственной пропаганды, которая, в свою очередь, осуществляется через финансируемые печатным станком СМИ. Государство – это конкретные люди и больше ничего. Это организованная группа людей, и эти люди тратят на печатанные деньги по своему усмотрению. Эти деньги тратятся на проекты, которые мы называем государственными. Таким образом, выгоду получателям от скрытого налога становятся подрядчики, которые осуществляют эти государственные проекты. Всю выгоду, отобранную у честных производителей под угрозой насилия в виде налогов, в итоге получают конкретные люди, особо приближенные к кормушке. А кем являются эти люди, которые выигрывают государственные тендеры? Это братья и сватья чиновников, которые занимаются распределением свежеотобранных или свеженапечатанных денег, что одно и то же. Неужели эти люди, которые имеют такую власть, позволят кому-то создавать свои частные деньги, более хорошего качества, которые рано или поздно вытеснят плохие государственные деньги из денежного оборота? Конечно, не позволят. И это плохая новость. Хорошая же новость заключается в том, что уже сегодня существуют и бурно развиваются технологии, которые в скором времени неизбежно заберут монополию на выпуск денег из рук государства. Мы думаем, что это приведет к миру на планете, процветанию и бурному росту цивилизации. Но что это за технологии такие? Какие вот так вот прямо придут и заберут у государства монополию на выпуск денег, учитывая тот факт, что государства не будут с этим согласны? И, вероятнее всего, они будут отчаянно бороться. Возможно, вы уже слышали про эти технологии. Это криптовалюты. Слово «крипто» имеет отношение к шифрованию. Одной из таких валют является криптовалюта Биткоин. Технология, по которой создаются криптовалюты, называется блокчейн. В слове «блокчейн» присутствует слово «чейн». Это значит «цепочка». Таким образом, слово «блокчейн» означает «цепочка блоков». Один блок – это некоторый объем данных, которые хранят информацию о транзакциях. Транзакция – это информация об одном переводе средств от одного участника к другому, которая включает в себя сумму операций от правителя и получателя. Таким образом, блокчейн – это и есть база данных, содержащая все транзакции криптовалют. Электронные валюты и платежные системы появлялись и ранее. Что же особенного в этих криптовалютах? Давайте посмотрим на это. Ключевой особенностью криптовалют является то, что у них нет единого центра обработки информации. Нет единой базы данных, в которой бы хранился общий журнал всех транзакций. На самом деле, эта база данных находится у каждого пользователя криптовалют, у каждого своя копия. Если мы имеем 100 тысяч пользователей криптовалюты, значит, у 100 тысяч – общей базы данных, в которой хранится информация обо всех транзакциях. Открытием с точки зрения математики и криптографии наука о шифровании были алгоритмы, позволяющие синхронизировать эту базу данных между собой так, чтобы все 100 тысяч копий были всегда одинаковыми и не было возможности для махинации и воровства. И эти задачи были успешно решены. Первой криптовалютой был биткоин, и на сегодняшний день он остается самой популярной криптовалютой в мире. На момент написания этого текста одна монета биткоин стоила в районе 1000 долларов. И прогнозируется постепенный рост курса до 10 тысяч в ближайшие годы. Поэтому он является довольно привлекательным активом для инвестиций. При этом криптовалюты, благодаря своим технологиям шифрования, в достаточной степени анонимны. Журнал транзакций полностью открыт каждому участнику сети. Вы видите все транзакции, но вы никогда не знаете, кто и кому отправил деньги. Если у вас есть деньги, вы можете отправить их сами, а также вы можете увидеть, что на ваш кошелек поступили средства. Но никто не знает, что это именно ваш кошелек. Так они и устроены. Криптовалюты и созданы с целью, чтобы никто, даже государство, не могли манипулировать их выпуском и вмешиваться в их деятельность, чтобы никто не был в состоянии заблокировать чей-то счет, забрать деньги или запретить осуществить перевод. Это полностью распределенная сеть, не имеющая центра, и нет возможности запретить кому-то пользоваться своим кошельком. Более того, нет способа узнать, пользуетесь вы криптовалютой или нет. После своего появления криптовалюты вызвали интерес в кругах хакеров и различных энтузиастов. В те времена одна монета биткоин ничего не стоила, но постепенно информация об этой технологии начала распространяться. И на сегодняшний день происходит взрывной рост интереса к этой технологии и со стороны инвесторов, и со стороны банков, и со стороны государства. Все уважающие себя банки уже успели создать подразделения, которые занимаются исследованием и осознанием криптовалют. Эти подразделения уже провели исследования и уже успели предложить своему руководству варианты использования этой технологии. Начарство уже одобрило проекты, уже выделило на них деньги, и многие из этих проектов уже были завершены. Каждый день мы слышим о завершении того или иного проекта от того или иного банка с мировым именем. Крупные банки уже успели объединиться в консорциумы и уже создали свои системы расчетов, основанные на технологии блокчейн. Представьте себе, как далеко все уже зашло. Очень большой интерес к криптовалютам проявляют инвесторы. Количество стартапов на эту тему зашкаливают. Такое впечатление, что новостные ленты из финансового мира сейчас пишут только о криптовалютах. Эта тема сейчас переживает взрывной рост интереса и всеобщего признания. Кстати, биткоин был создан как проект с открытым исходным кодом. И на сегодняшний день уже существуют десятки тысяч других криптовалют, каждая из которых добавляет что-то новое. Это сфера, куда сейчас инвестируются большие деньги. Вдумайтесь, мы говорим с вами о создании десятков тысяч криптовалют, каждая из которых является независимой реализацией частных денег. При этом ни одно государство мира не способно повлиять на криптовалюты. Государства не могут печатать монеты криптовалют. Государства не могут блокировать счета. Они не могут отследить, кто и кому перевел деньги и на какую сумму был перевод. Государство не в состоянии запретить криптовалюты. Рынок криптовалют развивается быстрее, чем государство успевает осознать это новое явление. Власть государств держится на монополии выпуска денег, а та, в свою очередь, осуществляется за счет монополии на насилии. Да, существуют открытые налоги, но они гораздо меньше, чем скрытые налоги, которые собираются при помощи печатного станка. Поэтому если государство не будет печатать деньги, тем самым отбирая их у честных производителей, то ему нечем будет оплачивать свои расходы, под средством которых удерживается монополия на насилие. Как только частные компании получают возможность выпускать свои деньги, это самый важный шаг в сторону свободного рынка, который автоматически приводит к тому, что плохие деньги не выдерживают конкуренции, и постепенно люди начинают пользоваться только самыми лучшими деньгами. Грабеж при помощи печатного станка останавливается, и наступает процветание цивилизации. Конечно, нашу планету ждут впереди большие изменения, и мы думаем, они произойдут достаточно скоро. Эти изменения в итоге приведут к миру и процветанию, так как система отбора денег под угрозой насилия рано или поздно уйдет в прошлое. Мы кратко рассказали вам о криптовалютах, чтобы вы понимали, что уже сегодня существуют технологии, которые позволяют сделать проект безопасным с точки зрения защиты от тех, кто сейчас владеет монополией на выпуск денег, и тех, кто не хочет, чтобы кто-то еще выпускал свои частные деньги, тем более если они будут лучшего качества. Технология графика выплат и его адаптация со временем будут реализованы при помощи технологии блокчейн. Будет создана своя криптовалюта. Поэтому никто не сможет повлиять на проект извне. Ничто не сможет помешать непрерывному росту. Собственную криптовалюту проекта очень легко представить. Если вы смогли представить себе биржу, на которой участники продают и покупают друг у друга единицу проекта Тету, то теперь эта единица реализована как криптовалюта. Для конкретного участника проекта это не будет иметь никакого значения. Ему даже нет необходимости понимать слово «криптовалюта». Ведь самое главное, что движет участникам – это получение прибыли. И если для этого надо купить Тету на бирже или продать, а при этом есть простая инструкция и приложение в смартфоне, то нет никаких проблем. И не важно, как это называется. Как мы уже говорили ранее, криптовалюты создаются как проекты с открытым исходным кодом. Это значит, что вы можете создать свою собственную криптовалюту простым копированием и переименованием уже готового исходного кода любой другой криптовалюты. Так что создать криптовалюту в наши дни несложно. Но довольно сложно сделать так, чтобы вашей криптовалютой пользовались другие люди. И технология графика выплат и его адаптация – это как раз тот способ, при помощи которого можно добиться геометрического роста количества пользователей вашей криптовалюты. Именно поэтому рано или поздно такая криптовалюта обгонит по количеству пользователей даже биткоин. Если посмотреть на текущее состояние рынка инвестиционных интернет-проектов, то мы увидим там 99% проектов, созданных с целью мошенничества. Но также это позволяет оценить компетентность участников этих мошеннических проектов. Ведь если бы участники могли отличить хорошее от плохого, то они не участвовали бы в плохом. И тогда рынок не мог бы состоять из такого количества обмана. Если не будет спроса на плохие услуги, если не будет людей, которые платят поставщикам за плохие услуги, то поставщики плохих услуг разорятся. Если люди будут выбирать хорошие проекты, то они будут процветать. Цель данной книги заключается в том, чтобы дать ценную информацию слушателям, которая поможет им на основе собственной компетентности отличить хорошее от плохого, позволит им принимать правильные решения, делать выбор в пользу хороших проектов и, как результат, регулярно получать хорошую прибыль от надежных и выгодных инвестиций. Пройдет время, большинство участников рынка поднимут свою компетентность и научатся выбирать правильные проекты. Таким образом, старые проекты, которые занимались мошенничеством, просто не смогут существовать и уступят свое место другим надежным проектам нового типа. Старые мошеннические проекты с красивыми легендами канут в небытие. Уже даже от одного этого мир станет лучше. Возможно, вы удивлены, насколько открыто мы делимся своими технологиями, которыми не владеет ни один другой проект. Вам может показаться, что мы теряем важное преимущество перед конкурентами, ведь они теперь могут легко скопировать и воспользоваться этими технологиями. Эти знания были получены потом и кровью, но мы делимся ими для того, чтобы поднять уровень компетенции участников различных инвестиционных проектов. Личное понимание каждым участникам этой информации – это и есть тот прочный фундамент, на котором возможно построить наше совместное процветание. Мы не боимся, что наши идеи будут скопированы кем-то, так как, к сожалению, очень мало людей, которые хотят создавать честные проекты. И поэтому, даже имея в руках прекрасную вечную финансовую механику, мошенники все равно умудрятся ограбить людей, которые им поверили. Мы делимся нашими секретами, так как единственная причина, почему все люди на этой планете еще не приняли участие в нашем проекте, заключается в том, что они просто не знают о нас и не знают того, что знаем мы. И поэтому наша задача сводится к тому, чтобы просто донести до всего населения планеты весть о том, что мы есть. Мы просто будем постепенно создавать широкую известность нашими хорошими делами, и наша аудитория будет постоянно расти. Если честные и хорошие люди воспользуются этими открытыми знаниями и запустят честный проект, то мы получим еще один хороший и надежный проект. Таких людей мы призываем не изобретать велосипед и не набивать массу шишек. А сразу обратиться к нам. Мы готовы поделиться не только секретами механики и техникой реализации программного обеспечения, но также и технологиями, которые обеспечивают этику внутри большой команды, а также способами эффективной организации работы внутри команды. К сожалению, на этой планете мало кто владеет этими технологиями и организациями, без которых невозможно добиться успеха. В скором будущем мы откроем франшизу, которая позволит любому честному и способному человеку запустить свой проект. Такой проект будет изначально построен под технологией графика выплат и его адаптации. Конечно, все проекты, запущенные по франшизе, будут работать на единой платежной системе, основанной на единой криптовалюте. Такой подход позволит ускорить повсеместное распределение предоставленной технологии процветания. Мы надеемся, что вскоре наступит время, когда честные люди получат в свои руки инструмент для создания стабильных долгосрочных проектов, цель которых – построение сообществ нового типа для процветания своих участников. Данная технология позволит нам сформировать новый рынок совершенно безопасных и стабильных проектов взаимного финансирования людей. Мы – это команда этичных людей, которая ставит перед собой масштабные цели. Наши цели созидательны, и мы, в отличие от многих других, будем по-настоящему стоять до последнего за интересы наших участников. Изначальная идея Суперкопилки – ее истоки. Это поиск механики, которая бы работала десятилетиями и позволила бы сделать значительный вклад в процветание нашей цивилизации. Без проигравших. История нашего проекта полна ударов судьбы и различных препятствий, с которыми мы сталкивались. Мы иногда совершали ошибки, которые приводили к плохим последствиям. Но эти ошибки и тот факт, что мы не отступали, помогли нам создать по-настоящему мощную технологию. Мы не убегаем от препятствий. Мы играем в другую игру. Мы научились преодолевать сложности. Научились внутренней стойкости. Мы действуем с несгибаемым намерением и стараемся ровно выходить из ситуации, которые кому-то показались бы безвыходными. Мы знаем, с какой бы ситуацией мы ни столкнулись, мы всегда найдем из нее выход. Наша глобальная цель – создать этичную мировую финансовую систему. В результате непростого пути к поставленным целям мы получили реальный опыт и знания. И, как результат, мы стали создателями и единственными обладателями новой потрясающей технологии, которой до этого не существовало. Эта технология была представлена в этой публикации. Она позволяет создавать безопасные проекты по принципу взаимного финансирования, которые будут приносить процветание своим участникам на протяжении как минимум нескольких десятков лет, а по прошествии этого времени заложат основу для новой этичной мировой финансовой системы. Мы чувствуем себя как обладатели реактора холодного синтеза, который позволяет безопасно производить атомную энергию и решить многие проблемы человечества, принести ему процветание, стать следующим шагом в развитии цивилизации. Именно это осознание и движет нами. Мы планируем создать значительный вклад в развитие нашей цивилизации. Мы точно знаем, как можно улучшить жизнь на этой планете, и целенаправленно идем к этому. Эта книга несовершенна. Ее цель – донести интересный материал простым и понятным языком. Несомненно, в нем есть какие-то неточности или упущено что-то важное. Если вы найдете то, что считаете ошибочным, или сочтете, что в эту книгу следует включить дополнительный материал, пожалуйста, пошлите свое сообщение по адресу Суперкопилки. Обновления и исправления будут представлены на сайте книги. Мы очень надеемся, что тема этой книги затронет вас, и вы захотите пообщаться с другими людьми на эту тему. Возможно, вас тоже интересует будущее нашей планеты. Вопросы устройства мировых финансовых систем. Возможно, вы захотите найти единомышленников или предложить сотрудничество. Специально для этого мы создали сайт для распространения этой книги, где доступна онлайн-версия с возможностью обсуждения каждого раздела. А также там находится форум, на котором можно общаться на любые темы, которые относятся к кругу вопросов, рассмотренных в книге. Нам очень хотелось бы узнать ваше мнение об этой книге и материале, изложенном в ней. Мы готовы принять вашу критику и обсудить спорные моменты. Мы – группа исследователей и хотим знать, что мы делаем правильно, а что нет, что можно улучшить, а что исправить. Пожалуйста, пишите свои отзывы и любые идеи к нам на почту booksobaka.superкопилка.com Заходите на сайт книги для более тесного общения moneybook.tech Ну что ж, теперь вы владеете технологией создания денег и сможете правильно выбирать проекты. Желаем вам успехов и процветания! Глава первая. Орудие влияния. Цивилизация.